Здравствуйте, ребята! Рада вновь приветствовать вас на нашем телеуроке. Вы прекрасно знаете, что наша планета единственная в галактике, которая заселена огромным количеством видов разнообразных живых организмов. А сколько же людей обитает на планете Земля? Как вы думаете? На самом деле, сегодня на планете Земля обитают более 7 миллиардов людей. Интересен тот факт, что человечество на планете Земля представлено всего лишь одним видом. Сегодня мы с вами попробуем ответить на вопрос, который интересует всех людей без исключения – как человек появился на Земле? Также сегодня нам предстоит выполнить важную задачу – расшифровать тайную надпись, которую оставили нам наши предки. Для этого вам нужно быть очень внимательными. Многие из вас, ребята, были в зоопарке и, конечно же, наблюдали там за различными животными, в том числе и за обезьянами, среди которых есть и наши ближайшие родственники – гориллы и шимпанзе. Да-да, я не ошиблась. Гориллы и шимпанзе – наши ближайшие родственники. Это доказано учеными-биологами. Гориллы и шимпанзе даже называют человекообразными обезьянами, потому что когда-то, много миллионов лет назад, у них и у нас был общий предок. Давайте посмотрим на этапы развития человека и попробуем ответить на вопрос, чем же отличается каждый последующий вид человека от предыдущего. Я не сомневаюсь, что вы увидели сразу несколько отличительных признаков. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на объем и массу головного мозга. У каждого последующего вида человека объем и масса головного мозга больше, чем у предыдущего, а это значит, что у каждого последующего вида людей было более сложное поведение и больший набор умений, чем у предыдущего. Давайте подробно разберем отличительные особенности каждого из этих видов. Ученые предполагают, что, скорее всего, общим предком обезьяны и человека является древесная обезьяна – дриопитек. Эти живые существа в основном вели древесный образ жизни и питались сочными плодами и листьями деревьев. Дриопитеки обитали в тропических лесах Африки. Сейчас дриопитеков уже нет на нашей планете, они вымерли. Но часть дриопитеков осталась в лесах, и от них произошли шимпанзе и гориллы, а другая часть дриопитеков начали приспосабливаться к жизненно открытых пространствах в африканских саваннах и степях. И от этих дриопитеков произошли австралопитеки. Наверняка многие из вас подумали, что свое название они получили в честь материка Австралия. На самом деле это не так. Первые останки австралопитеков были найдены на территории Южной Африки. Австралопитеки переводятся как южные обезьяны. Впоследствии австралопитеки вымерли, но именно от них произошли ближайшие предшественники людей, жившие около двух миллионов лет назад. Ученые считают их особым видом, который называют человек умелый. Этот человек действительно умел то, что не умели делать обезьяны. Он сам начал изготавливать для себя орудия труда. Кроме того, этот человек, скорее всего, умел строить себе жилища, хижины из веток. Возможно, он уже умел пользоваться огнем. От человека умелого произошел другой вид – человек прямоходящий. Человек прямоходящий был крупнее своего предка, обладал более развитым мозгом. Эти люди изготавливали более совершенные орудия труда, пользовались огнем. И, возможно, именно у них начала развиваться членораздельная речь. Они довольно широко расселились по земле. Впоследствии человек прямоходящий вымер. Однако, судя по всему, он дал начало третьему виду людей, тому самому, к которому относимся мы с вами – человеку разумному. Все живущие сейчас на земле люди относятся именно к этому виду. Конечно, человек разумный не сразу стал таким, каким он есть сейчас. В прошлом существовало несколько форм этого вида, среди которых наиболее известны неандертальцы и кроманьонцы. Ископаемые останки неандертальца были найдены в долине реки Неандерталь в Германии. Эти люди жили главным образом в Европе, где в то время было очень холодно, так как с севера пришел гигантский ледник. Поэтому неандертальцы укрывались в пещерах и строили хижины, покрывая их шкурами убитых животных. Охотились они на самых разных животных, в том числе и на таких крупных, как мамонт, шертистый носорог, пещерный медведь. Кроманьонец от названия грота Кроманьон во Франции, где нашли его останки, жил позже неандертальца и был уже очень похож на современного человека. Эти люди изготавливали орудия труда не только из камня, но и из рога и кости. На стенах своих пещер они оставили удивительные рисунки, изображения людей, животных, сцены охоты. Кроманьонцы мастерили различные украшения, у них появилась первая домашняя животная собака. Ну что же, ребята, сегодня мы познакомились с разными представителями вида человека и узнали их отличительные особенности, познакомились с нашим общим предком. Помните, в начале урока я говорила вам про тайную надпись, которую мы с вами сейчас и попробуем расшифровать. Чтобы добраться до этой надписи, нам необходимо ответить на вопросы, которые появятся у вас на экране. За каждый правильный ответ вы получите ключик. Собрав нужное количество ключей, мы с вами сможем добраться до послания и расшифровать его. Готовы? Итак, поехали. Первый вопрос. Когда появились первые люди на земле? Совершенно верно, ребята. Первые люди на земле появились два миллиона лет назад. Первый ключик наш. Движемся дальше. Кто считается общим предком у людей из современных обезьян? И снова, ребята, вы справились с заданием. Общим предком людей из современных обезьян считается дреопитек. И следующий ключик тоже наш. Следующий вопрос. Какой из предков человека умел изготавливать орудия труда? Ребята, вы большие молодцы. Конечно же, орудия труда умел изготавливать человек умелый. И четвертый ключик уже у нас. Следующий вопрос. У какого из наших предков впервые начала развиваться речь? Ребята, вы большие молодцы. Правильный ответ. Человек прямоходящий. Именно у него впервые начала развиваться речь. Итак, друзья, следующий, последний вопрос. Кто из предков человека умел шить одежду и шкур животных? Совершенно верно. Это неандерталец. Именно он первым начал шить одежду и шкур животных. Ну что же, друзья, вы большие молодцы. Все пять ключиков у нас. И это значит, что мы добрались с вами до тайного послания. Сейчас вы можете видеть его на экране. Попробуйте расшифровать, какое послание оставили нам наши предки. Будьте внимательны. Итак, ребята, давайте посмотрим, правильно ли вы расшифровали тайное послание. Люди, берегите планету. Она у нас одна. Именно это послание оставили нам наши предки и хотели нам сказать о том, чтобы мы берегли нашу планету. Ведь такое большое количество людей живет на планете Земля. И, конечно же, каждый человек оставляет свой след в ее жизни. Нам нужно беречь ее, чтобы сохранить живой мир на планете Земля. Итак, ребята, наш урок подходит к концу. Сегодня мы с вами познакомились с нашим общим предком. Узнали, как развивался человек в течение длительного времени. Ну а сейчас мне хотелось бы задать вам творческое домашнее задание. Подумайте, представьте, каким бы человек был через несколько миллионов лет. Как бы он выглядел? Попробуйте изобразить его. Присылайте свои творческие работы, сканируя QR-код, и ваши рисунки окажутся на онлайн-доске, где я выберу лучшие работы и опубликую их в своих соцсетях. Спасибо за урок.